Всем доброе утро у нас сегодня. Утро начинается в Укее. Сегодня мы успели на завтрак, вернее, мы даже, наверное, одни из первых. У нас сырники. Вот там вот с подливкой самые-самые вкусные. По омлету и сосиске, ну и кофе со сливками. Еще потом просто водичка будет. Народу вообще никого практически, потому что еще все только открывается. Нравится мне примерочный маркер-спонсор. Они такие прикольные, необычные. Это мужская. Классная. Это большая зеркала. Тут я сижу. Сурможка. Пока в примерочный саша. Покажи, как у меня уже волосы отросли. Видно? Не понятно. Видно? Не видно? В общем, длинные уже волосы. Это просто такое классное зеркало. Такое я себя вижу в чехольчике. Сейчас мы идем в Ашан. Кстати, где-где в Ашане очень... А участвуем в России? В Ашане очень много народу. С самого утра еще, по-моему, даже когда мега не открылась. Ну, в смысле, они с 8.30 работают раньше всех. И сейчас много-много-много народу уже. Идем. Зачем мы пришли в Ашан? Правильно, за булочками. В корзинке 10 булочек аж. Пока щеки влазят в экран, булочки будем уплетать. Это сегодня вторник, еще первая половина дня народу. Как будто сегодня выходим, но это все там. Сейчас касса. Все в очереди. Несмотря на то, что у меня уже третья беременность, я все равно не могу с наглым лицом, мордой, кирпичом не пройти на кассу для беременных без очереди. И, как правило, на этой кассе, это я про Ашан говорю, как правило, на этой кассе стоят мужчины, которым все боятся что-то сказать, что типа пододвиньтесь, вы не беременны и так далее. В итоге мы простояли в очереди, и только потом, когда увидел сам сотрудник, говорит, так вы бы прошли без очереди, попросились. Я думаю, она тоже сказала, когда уже эти мужчины ушли, чтобы ей не стрёмно было, на самом деле. Конечно, мы не смогли пройти мимо Икеи и зашли тут в одну из комнаток. И, на самом деле, мы сегодня одну полочку хотим тут приобрести, сейчас до нее дойдем. А там Александр. Помаши, всем привет. Не знаю, мне нравится Икея. Да, кстати, мы опять сидим типа в студии, да, какой-то? Здесь кухня, это вообще огромный стол, там диван с телевизора. Нет, это все-таки просто как вариант. Вместо стеллажа, который мы хотели взять, я в этот ковер, там вот такой детский пакетинг, всем какой-то тратить, здесь дороги, дома. А это стеллажа, которого мы выбрали, там все, нет рука, он будет как-то 3-го числа, тут циферочка довеса. Этот коврик больше, чем у нас есть. Как раз, Максим, тебе разнообразие подгонять, он на там до сих пор гоняет, кстати. А этот, наверное, разу-то отличается, да, может, посмотрим, развернем полностью. Сегодня мы в Меге, наверное, протратили, ого, сколько времени мы потратили. В общем-то, время летит вообще незаметно, если честно. Почти 6 часов. С ума сойти. Да, пролетели как 2 часа. Вообще. Сейчас едем в центр, надеюсь, без пробок пока еще, потому что время такое, что должны успеть. Зашли мы сегодня в Оби, посмотрели, просто посмотрели, то есть как бы вот ничего не выбираем, мы посмотрели двери, линолеум, ламинат, в общем, вот такие все составляющие, унитазы, раковины, оно такое вот все. Эконом вариант. Да, хотя на самом деле все-таки Оби это не эконом магазины. Ну, просто зашли, раз уже мы здесь были, посчитав все самое-самое простое, вот просто вот вообще, мы пришли к поводу, что мы хотим квартиру с отделкой. Конечно, классно, когда ты покупаешь новое жилье и делаешь уже под себя все-все-все-все. Ну, это капец, как сейчас дорого, вот честное слово. В нашем случае, когда у нас еще три карапуза, и времени просто не будет делать ремонт, и не будет все равно таких финансов, чтобы сделать так, как мы хотим, потому что все равно хочется сразу же и все, и красиво. Это просто, вот говорю, мы прикинули, на одни двери сколько уйдет пол, ой, унитаз, ой, вообще, слушайте. Поэтому не знаю, как это все будет выглядеть, когда уже начнем прям вплотную заниматься, но пока на сегодняшний день все-таки, наверное, то, что будет с отделкой, то будет в приоритете. А то, что без отделки, ну, как бы, вот, что вот такие у нас выводы. Вообще, плюс отделки в том, что все равно, в любом случае, дом дает усадку. Надо брать с отделкой, чтобы как раз все это дело усядется, все потрескается, отделку через года три от застройщика убрать и сделать свою. Ну, там говорят, что 5 лет в среднем, да, все-таки идет. Ну, вот как раз 5 лет отделка. Вернее, сейчас, наоборот, это никто ничего не говорит. Сейчас говорят, что все хорошо, что все делают так, что дом не гуляет, мы же ходили в академическом, где уже все в трещинах, взяли в академическом. Да, вот, что касается академического, там точно гуляют, 100%. Про бруснику, конечно, тут такой спорный вопрос, потому что там все-таки качество. Ну, блин, ну, все-таки, все-все-все, если посчитать. Я говорю, я там вот так вот, что вот такое вот, все равно двери нужны, хотя бы в туалет сладкий. Короче, да, в общем, все это влетает в копеечку, в такую серьезную. Ну, ладно, когда это коснется ближе, будем снова все это смотреть, считать и обдумывать. Этот костюмчик сегодня в Ашане купили. Тут шапочка и вот такой вот комбинезончик. Это такой, знаете, флисовый, но он тоненький, он прям совсем такой тонюсенький. И он застегивается сзади, там, это как под божью коровку, там под тигренка было. Еще какие-то там, по-моему, зебры, что-то еще. Ну, в общем, здесь сзади застегивается на такой заклепочке, одевается. А это то, что осталось от Максимки и от Аленки. Они вообще в этом мало ходили, потому что все летние детки. Особенно Максимка, он быстро из этого вырос. А Аленка, так как она с августа, все-таки она как раз осенью как походила, в коляске полежала. Он вообще классный, вот у него вид не портится ни от стирки, ни от чего. Это, что тут за фирма-то. На 6 месяцев рассчитано, стопроцентный хлопок с Таиланда. Но они как-то быстро, говорю, вырастают, что он все-таки маломерка. Ну, как, все-таки на 6 месяцев побольше обычно. А этот на 3 месяца, мне кажется, он даже выглядит вот, этот больше, чем этот на 6 месяцев. Но этот такой именно плотненький на осень. Но вообще класснечий, класснечий. Еще есть один голубенький комбинезончик. Он с капюшоном тоже остался. Надо достать, да, Аленка? Вот сейчас с Аленкой тут сидим, а Максимка с папой на тренировку поехали. Покажу совсем немножко покупок из Ашана. Их на самом деле немножко. Эти булочки, которые показывала, кстати, Аленка. Не доела. Показывала в магазине их. Вот у нас много. Бананами такой суммы тоже. Мы уже с Аленкой распробовали тут. Яблоки. Обычные все булочки. Тут еще средства защиты. Солнышко. Такой вот сменный картридж, что я взял. Вот так, что мы вот такое делаем. И вот такую взяли кашу попробовать. 7 из злаков. 6 злаков мне понравилось. Вообще в идеале 5. Здесь 7. Тоже царь. В царе 5 злаков самый вкусный. Получается 7. Овсяные, пшеничные, чменные, ржаные. Гречные, кукурузные, рисовые. То есть тут рисовые добавляются. Но вот за счет кукурузных вот этих вот хлопьев мне очень тоже эта каша нравится. По крайней мере больше, чем овсяные. И Аленка овсянку вообще почти не ест. Ложку-две. А вот эти, где вот все намешано, ей гораздо больше нравится. Так что будем пробовать. Я расскажу интересно, как вкусно или невкусно. По крайней мере 6 злаков. Но так и не доели. Так и стоит коробка. Вот так этот коврик выглядит. Расстелили, дождались мы Максимку. Расстелили вместе. Тебе нравится, Максим? Сейчас мы их разложим. Вот у нас коврик на коврике получился. Аленка как истинная леди на метле полетела. Ой. В общем, тут все радости. Да, 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 да. Такие дома. Максим, нравится? Да. Я у меня мама. Ты доволен? Какую дорогу мне видеть? Ну, любую выбирай. У тебя столько маршрутов. Ой, Аленка балуется. Ой, балуется. Да? Ой, балуется. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Давай по такой едь. Давай. Прямо скажи, не знаю, по какую дорогу выбрать, да? Да, не знаю, какую дорогу выбрать. Коврик после этого новенький так классным смотрится. Старенький. Ай, мячик закатился. Уже не так смотрится, да? Да. Этот интересней. Да. Видишь, какой большой. Как мелкие меги. Так это и есть языки меги. Мама. Мама. Специально тебе. Мама. Максимка, пойдем кушать? А я не хочу пока я не кушаю. Где, где, давай. Достать шарик? Где? Где? Куда укатился? Сюда под диван. Под диван сейчас достанем. Ну, все, скажем, будем со всеми прощаться. Мы сегодня... Так, прощаемся. Да. Прощаемся. Пока-пока-пока. Пока-пока. Молодец. Максимка сейчас поиграем, поужинаем. Мы уже будем готовиться к сну, да? На коврик вообще классный. Икия молодцы. Ну, всем-всем спасибо за внимание. Всем пока. Максимка, что ты делаешь? Я, видишь, тушу рисую. Тоже рисует? Да. Только пачка, а он у человечка я. А где человечек, знаешь? Не знаю. Что ты что? Ты завтра куда пойдешь? Максимку. Сядь. Что там будешь делать? Буду играть с маленьким девочкам. Буду играть с маленьким девочкам. Показать вам хороший пример. Что? Показать хорошее что? Хороший пример буду показывать. Хороший пример, да? Да. Ты там не потеряешься, не будешь стесняться? Не буду. Если что, будешь спрашивать воспитателя, да, все? Мммм. Да? Папа. Или скажи, посмотрим по обстановочке. Папа. А что там? Мммм. 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 Художница пришла, да? Хи. Хи. И ты что делаешь художница? Тетя и Тима. Что ты с Максимом? Мама. Ну, мама. А кто еще? Мама. Мама. А кто еще тут? Что? Мама. Тетя. Мама. Это что за девочка такая? Мама. 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 Ой, ой, ой. Все. Говори всем спасибо и всем пока. Тима. Тима, пока! Тима, пока! Сука!